так заедем 20 с тыла теперь даже целый пролет и стены выломали но здесь есть другие проходы нам более удобные вот проход как будто ураган прошел вот дорожка сад по ней можно на велосипеде подняться на первой передаче что мы кстати сделаем прямо в сад магнолий сейчас переключимся ну все поднялись мы от самого днепра не слеза я слела это хорошо вот уже и площадка с магнолия заходящее солнце приветствует нас привет солнышко что здесь хоть одна душа есть есть одна душа кроме нас магнолий в этом году наслаждается покоем и уединением скажет это приливчивая публика как надоело за все эти годы особенно все эти позы изломанные все эти селфи все эти селфи все это Мечта поэта, забытый сад. Во мне столько гопамина, это уже зашкалило, на берем шоссе гонялся с шоссером, ну а матером понятно, но все же он шел там 35 и выше, а потом еще поднялся не слезая по балке, по яру. Вот, первый приз, приз симпатий зрительских тебе, красавица, ты у нас сегодня самая зящная, не лапанная, не нюханная, ты вообще целомудренная девушка, некому тебя женить на себе. Ты не вестишься себе, спокойно стоишь, не бойся, не женюсь, стой тихо, не смущайся. Чудесно, как люстра. В сущности все основы наших эстетических фантазий берут свое начало в природе. В нашем каком-то смутном воспоминании, в нашем ощущении, заложенном в нас самой природой прирождений. Больше им взяться неоткуда. Запах очень тонкий, но, к сожалению, не тяжело его определить. Да. Очень насыщенный. Если сблизи, если чуть отойти, он едва ощутим, но сблизи. Выразительный и насыщенный. А это что такое? Что такое за шишка? А, это из тебя не вылезло. Ты не раскрылась еще, так? Так я понимаю. Оп! Ха-ха-ха! 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 Раскрыл Магнолию! Я узнал твою главную тайну. У тебя есть шапочка, Магнолия. Шапочка. Чик! А такая... Колпачок. Оп! Волшебный колпачок. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Сделал. Открытие Паганеля. Ботаническое. Уходить будем за даме. После дела уходить будем огородами. Через центральный вход, конечно, не поедет. Все равно он на замке. Уж там-то стоит стража наверняка. Да и я не люблю такие ходы. Поедем тропами зверинами. Да, там Магнолия вообще чудесно. У нее такой атласный, толстый лист. Что вам сказать? Вот у этой листик тоже как и атласный, но он немножко как бы сморщенный. Нет в нем такого глянца. Такой чистоты линии. Он немножко такой вот такой вот вихрасный. Такая вот взлохмаченная. Это взлохмаченная. Не, не буду ругать, похвалю. А то она обидится и зачахнет. Ты хорошее дерево. Лохматеньких мы тоже любим. Тоже. И всяких, и черненьких, и беленьких, как в том фильме. Все вы хорошие деревины. И вообще устраивать конкурс нехорошо. Всех только хвалить. Но это тоже неправильно. Всех хвалить. Вот где она, золотая середина? Как быть? Как правильно поступать? Будешь всех хвалить, все зазнаются. Будут считать себя гениями, уникумами какими-нибудь напомнятся дерзкого самомнения. А не будешь хвалить, потеряют доверие к себе, веру в собственные силы. Везде нужна вот эта тонкая середина. Ой, муха залетела в ухо. Сранка. Тут кругом полно цветов, она ко мне в ухо летит. Надо же ей найти какое-нибудь такое место совсем неподходящее. А то она и муха, не пчелка. Ей надо уж куда-то залететь. А что? Муха я мыл вчера. Палочками спортирал. Это что за намеки такие? Муха. У меня чистое ухо. А, может быть, муха, ухо, потому что рифмуется. Муха, так ухо. О, желтенькая магнолия. Не желтенькая, а кремовая. Скажи, я кремовая магнолия. Ой, извини, извини. Пардон, пардон. Проклюнулась. Проклюнулась. Ну-ка, я тебя понюхаю. Ну, ты еще не выпускаешь запах. Он еще там в тебе, внутри. В карантине тоже есть свои прелести. Попробуй так, походи по этому саду в такое время. Чтоб тебе никто не мешал. Ну, ладно, пойду попрощаюсь. Со своей любимицей. и поеду. В следующий раз мы приедем сюда пораньше. Ну, пока. Последний раз тебя понюхаю. Все. Все. Спи. Уже вечер. В правом спадке. Не пройтись ли мне чуточку пешком? В коем веке тут удастся так спокойно погулять. Красиво к корягу приволокли. Все калиточки заварили, демоны. Ничего нет. Мы-то знаем еще какие-то места. Как заварили-то хорошо. Надежно. Поедем в место заветное, тайное. Уже промокнулся. Ха-ха-ха. Надо было сразу на эту дорожку вылезать. У-у-у-у, колбасень. О, Боже. Колбасень. Глянем панораму. И назад вернемся на тропиночку нашу. Порщай, княжеский двор. А вот гостиница Риджент Хилл с пузатой крышей в барокко, мне нравится. Здесь выйдем вдоль забора на тропиночку. Ещё здесь красивую не знал никогда, с этой стороны я обычно не ездил, только подымался, никогда не спускался или спускался на глубокую ночь. Ну вот, всё здесь как положено, это белый храм Баптиста. Всё выбрались, знатный здесь особнячок, перед входом магнолия цветёт и пахнет хорошо. Здесь два гигантских тополя, за ними следят, дупла, закрыты. Молодцы, не срубают, берегут. Тополи ли это или что-то такое, вроде да. Они же тоже такие бывают, разлапистые. Это дубы. О, дубики. Хотели меня запутать, понимаешь, Шаренко Холмса. И выйдет. Сейчас нам наверх и вниз. на улицу Мичурина. Да, вроде Мичурина. В общем, садовода, учёного. Это вроде как избушка на курьих ножках. Тут какая-то ведьма живёт. Тут уже все схороны, все ярые, уже человека обследованы. Нечисть всюду выгнали. Но тоже кто-то жалился, пустил и он тут бабу-ягу жить в избушку. Назначил ей пенсию, он богатый, небольшую, на хлебушек до вода. Теперь она тут живёт. Нечисть. Тоже ж человек. Питаться надо. Получает пособие по инвалидности. И уже не работает по своей основной специальности. Ведьмака. Ну вот. Мы наверху. А теперь пошёл спуск. Кисанька. 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 Ой. А здесь закрыта. Строительная площадка. Отсюда хорошо можно рассмотреть архитектуру этой гостиницы. Риджин Хилл. Не-не-не-не. Попробуй меня. Ну а мы поедем к Архань дала Михайловскому Зверинецкому монастырю. Вон там впереди. Гиды здесь знатные. Знатные, да. Ну вот монастырь показался. Пока. Смотрите продолжение в 3 части. Едет и читает, что там в телефоне табличка, карантин. Монастырь закрыт. Это бизнес-центр. Мрачная, черная НЛО. Там трудятся инопланетяне. Они черт знает, что у них в голове. Они черт даже не знают. Черт ни черта не знает, что у них в голове у этих инопланетян. Сейчас мы выберемся на улицу Бастионная. Налево будет. Вот Бастионная. А там уже в эти украинки. Бульвар начинается. Ну все. Такая получилась сегодня покатушка. Можно к дому поворачивать. ПОДПИШИСЬ!